Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал лайками, оставляете свои комментарии, подписывайтесь и оставляете мне просьбы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня я продолжаю вас знакомить со старшими Таро Безумной Луны, старшими Арканами, простите, Безумной Луны. И здесь у нас по сюжету старший Аркан Эрафант. Это великий инквизитор Лунного Королевства, молитвенно сложил руки и просит Бога о дарах. Или это лишь театральное представление для паства. И Арафант своим эффектным красным одеянием отвлекает внимание от того, что бормочет себе под нос. Вот у него такое яркое красное одеяние. Он распоряжается Министерством Правды Королевства, устанавливает моральные нормы, решая, что является добром, а что злом. И неважно, верит он в них сам, и есть ли у него контакт с высшими силами. Для горожан он наместник на земле. Он наместник Бога на земле. Они верят ему, они у него в кармане. Видите, здесь трепишная куколка такая есть. Трепишная куколка. На руках у Эрафанта массивные перчатки. А лицо у него словно каменное. И его не трогают и слезы, и мольбы других людей. Для него есть лишь правило, которым все должны следовать. Он боится замараться, поэтому карать за неповиновение предпочитает чужими руками. Его ноги похожи на кости мертвого животного. Видите, они в такой позе как-то сложены. На них уже выступили темные пятна. Напоминаю, что издравли основы любой религии. Это жертвоприношение. От кровавых жертв до самопожертвования. И основное оттолкование, глядя на этого двуликого Эрафанта, мы понимаем, что в этом человеке мало что человеческого. Он подчиняясь установленным правилам, им же становится догматиком. Он закоснел и очерствел. Металлические крылья у него за спиной, да, слишком тяжелы для полета. А ключи от рая, заведанные Петром, он давно утерял. Но роль Эрафанта очень важна. Ведь моральные правила необходимы и не всякий сознательно способен им следовать. Основное правило социума – твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Трон Эрафанта расположен посреди шахматного поля. Эрафанта указывает на то, что он сильный игрок в любой партии, потому что устанавливает правила игры. Он способен их менять и назначать козырь. Две половины лица Эрафанта, одна темная, другая еще темнее, отражают два основных его свойства – поклонение и желание, чтобы ему поклонялись. Его руки молитвенно сложены, и темная сторона его лица – бесстрастна. Глаз прикрыт веком. С одной стороны жрец служит другому существу и его идеям, с другой стороны мимика его отражает непокорность. Бровь удивительно приподнята, а рот сложился в пренебрежительной усмешке. Для паствы своих тряпичных кукол он устанавливает правила. Что касается ситуации. Когда попадаешь в такую ситуацию, нужно играть по правилам и следовать установленным рамкам. Даже если человек их сам устанавливает. Нужно быть последовательным и верным своим принципам. Дорогу, которую человек выбирает, требует служения и самоотречения. Что касается характеристик личности. Перед нами догматик. Либо ты разделяешь его установки и становишься частью его круга, либо ты нарушитель правил, а значит, еретик и враг. Иерафант строго отчерчивает круг друзей. Во-первых, те, кто разделяет его взгляды, это его друзья. Те, кто не разделяет его взгляды, он их отсекает. Такие люди не вписываются в его жизненную концепцию. Люди этого аркана не глупы, но чрезвычайно принципиально способны быть жесткими. Чем бы они ни руководствовались, а также чем бы они ни руководили, организацией, семьей или лишь собой, это носит оттенок сектанства. Отношения выстраиваются, как правило, с таким человеком по схеме. Но эти люди не понимают экстравагантных поступков. Он очень серьезный такой человек, и с ним очень сложно. Его не интересуют глупости. Тот, кто вступает с таким человеком в отношения, должен следовать определенным правилам. Это не обязательно патриархат. Правила могут быть и довольно странными. Главное их устанавливает сам Иерафант. Для Иерафанта всегда важна тема служения, поэтому нужно обращать внимание на направленность карты в раскладе. Либо Он молится на вас, либо, как правило, вы должны молиться Ему, либо вы вместе молитесь Богу. Но в любом случае нужно быть готовым высушить постоянные нороволючения. Как правило, такие люди занудны. Что касается близких отношений, они направлены на рождение детей. Там нет никакой яркости и впечатлений. Что касается работы. Это, конечно же, человек системы, который любит правила. С одной стороны, руководствуется инструкциями, спущенными сверху. С другой, их сам устанавливает. Для такого формата характерна большая бюрократия. Однако здесь есть место и для серьезной работы. Написание, например, учебников, методических пособий, законов, а также религиозной литературы. Что касается дохода, это доход официальный, уровень его зависит от степени занимаемой должности. В девиации это сектанты и фанаты. Либо лжегуру, пытающийся всем навязать свои идеи. Либо человек не способен самостоятельно мыслить и действовать, которому необходимо быть частью какой-то группы. А также это могут быть преступления на религиозной почве. Что касается карты дня. Луна убывающая. На этой фазе, как правило, люди подвергают свои принципы критики, переспатривают свои правила, избавляясь от мешающих установок. Если карта выпала в период растущей фазы, то люди могут впадать в излишний догматизм. И вот эта личная правда мешает увидеть иную точку зрения. Но правда настолько может быть убедительна и велика, что любой оппонент будет находиться уже в кармане. Хороший день для учебы, а также для религиозных ритуалов и для создания новых семейных традиций. Также хороший день для крестин и для венчания. Вот такая у нас карта старшего аркана Иерафант. Напишите, пожалуйста, свои комментарии. Я желаю вам всего самого доброго. Берегите своих детей, берегите себя. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok